В интернете начинают появляться некрологи о членах экипажа российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сбитого 23 февраля. Отец штурмана Александра Провалова, Дмитрий, в одной из соцсетей выложил пост, подтверждающий гибель оккупанта. Провалов Александр Дмитриевич, капитан ВКС РФ, штурман самолета А-50, погиб 23 февраля при исполнении воинского долга. «Саша, сын, прости, что жизнь твою не в силах были сохранить», — написал Дмитрий Провалов. Напомним, что недавно ГУР вместе с воздушными силами Украины ликвидировали вражеский самолет А-50, в результате чего уничтожено 10 оккупантов. Источники утверждают, что среди них был майор Валерий Боровиков, которого обвиняли в причастности к наведению российской ракеты по Дому офицеров в Виннице 14 июля 1922 года. Тогда в результате удара по центру украинского города погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе трое несовершеннолетних детей, 4, 7 и 8 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте начнем вот в контексте заявления Юрия Игната, спикера Воздушных сил Украины, о том, что меньше запусков не будет, но будут, мол, россияне осторожнее. А почему выводов не сделали? Почему не были осторожны? Почему на самом деле снаряд в одну воронку очень даже точно попал? Не учли? Расслабились? Или все-таки Украина применила несколько более другой подход? Ну почему же в одну воронку? Во вторую? Во вторую отнесена на 100 километров. То есть если раньше сбили возле украинского побережья Азовского моря, да, теперь сбили возле российского, и упал он вообще на территории Краснодарского края. То есть вывод сделали, и вывод крайне серьезный. То есть отнесение маршрута патрулирования на 100 километров, ровно на 100 километров, они перестают видеть в глубину нашу территорию. То есть очень серьезный вывод был сделан, вот, но не помогло. Как говорится, что, да, что они не делают, не идут дела, да, есть, помните, такая была советская песенка. Еще такой момент, почему россияне, российская пропаганда, я оговорюсь, да, запускают вот эту вот историю про friendly fire, что, мол, свои могли сбить, им что стыдно, да, что как бы не оттягивали, а все равно Украина попала. Почему, зачем это делается? Я, ну, на самом деле сложно понять, почему вот так преподносит или пытается преподносить вот всю эту ситуацию с А-50 российская пропаганда. Ну, мне тоже трудно объяснить, как и вам, понимаете, это что-то связанное с психиатрией, вот, но или за все-таки, наверное, да. Да, и особенностями национального характера, когда вот врут и, как говорится, это, и хочется верить в то, что в собственную ложь, да, вот. Но ситуация тут немножко, как бы вот в последнее время российские паблики как-то бы примирили оба этих варианта, что сбили мы и сбили они. Вот они пишут так, что самолет себе летел, по нему запустили ракету, российское ПВО. Эту ракету заметила и предупредила экипаж. Вот почему экипаж активно отстреливал тепловые ловушки. Там четко видно, вверх-вниз, вверх-вниз разлетаются две такие, и постепенно, ну, погаснут. Такие огоньки были по ходу самолета, да. А ракета шла на А-50, но в это время с Таганрога запустили две зенитных ракеты. Так вот, одна из них сбила украинскую ракету. Зато вторая, они пишут так, это я просто рассказываю версию, да, было, не было, значит. Зато вторая ракета, у ней был сбой системы свой-чужой, и она сделала то, что не сделала украинская ракета. Сбила российский самолет. Ну, вот существует еще такой вариант. Ну, вот хотите верьте, хотите нет. Это с русских пабликов, так что вот такое. Есть, да, я тоже очень много читала об этом, вот этих, об этих двух ракетах. Ну, разное пишут, и тут действительно. У меня есть технический тоже вопрос, я хочу вас спросить. Понятно, что это все-таки самолеты, эти очень важные элементы разведывательно-ударного комплекса России. Обнаруживаю, да, об этом стоит напоминать, цели для ударов. Но, также очень важно, почему все-таки Су-35 не прикрыл А-50 в этот раз, потому что все-таки есть информация о том, что удалось сбить самолет с помощью системы С-200. Ну, понятно, там Кирилл Буданов очень правильно и корректно ответил на эти все вопросы. Но в то же время есть информация, что возле А-50 летел все-таки истребитель Су-35, который, по идее, должен был его прикрывать. Я так понимаю, что тут тоже наверняка это связано с тем, что все-таки зенитная ракета и Су-35, насколько я понимаю, может прикрывать А-50 от других все-таки самолетов, а зенитные ракеты все-таки тут сложнее это все сделать. Либо же я, ну, подкорректируйте, потому что вы больше об этом знаете. Вот смотрите, на Су-35 стоит система Хибины. Это система постановки радиопомеха, правильно, радиопомеха. Вот. Кстати, возможно, она и сбила наведение второй зенитной ракеты. Я не исключаю такой вариант в условиях такой смешанной радиоэлектронной обстановки. Ракета действительно могла сбойнуть зенитная. Вот. Значит, смотрите, он должен был прикрыть, но не собственным телом, а, как говорится, вот этими радиопомехами. Потому что Россия говорила, что от Хибин защиты нет. Вот. То есть она способна сбивать все типы ракет. Но почему-то в последнее время упали два Су-35, оснащенных этими Хибинами. То есть получается, что данный комплекс, его возможности резко преувеличены. Вот. И он в состоянии, ну, какие-то атаки он способен отбить, да, но только тогда, когда прикрывает собственный самолет. Вот. Потому что если был, допустим, ну, я не знаю, но если был пуск ракет, двух ракет С-200, да, то Су-35-й таки от поражения ушел. Вот. А этот А-50-й, который менее маневренный, более крупный, как говорится, более так, ну, шел равномерно, прямолинейно, он таки раз свою ракету получил. Вот. Ну, не прикрыл, потому что, ну, сделаем окончательный вывод, не прикрыл, потому что комплекс Хибины не настолько эффективен. То есть его данные скорее носят рекламный характер. Валерий, давайте поговорим об экипаже. То есть в контексте того, что это спецы высочавшего класса. И если верить цифрам, то их там было не менее десяти на борту этого самолета. Это вот как бы вот с этой точки зрения оценить потери воздушных сил, воздушно-космических сил России. Ну, в принципе, стандартный экипаж 15-16 человек. Из них 5 человек летный экипаж, такой же точно, как у Ил-76, да. И 10-11 человек, туда входят три оператора обзора, так сказать, три штурмана наведения, два-три инженера, ну и руководитель смены, да. А минимальное звание, минимальное, ну, вернее, там находятся не менее трех офицеров в звании майора. То есть это стандартный набор, так сказать, рядовой самолет был, да. Остальные капитаны, старшие лейтенанты. Вот, естественно, что в экипаже подобных самолетов подбирается наиболее опытный персонал, который, собственно, у России есть два училища, которые готовят офицеров боевого управления. Это Челябинская и Ейская, да. Вот, и офицеры боевого управления проходят примерно такой же курс подготовки, как и летчики. То есть это очень высококвалифицированные офицеры, и готовить их на срок не меньше нужен, чем готовить летчиков. Я еще хочу уточнить по этим сбитым сушкам, вот как в этом плане. То есть, ну, если я не ошибаюсь, это именно те сушки, которые вот на линии фронта забрасывают наши позиции кабами. О пользе для вооруженных сил Украины этих ударов, само собой, сложно, да, преувеличить. А по поводу пилотов, ведь тоже на пилота-истребителя так просто и так быстро не научишься. Как в этом плане потери России? Ну, естественно, хотя сейчас, вот я, не знаю, значит, было какое-то первое в начале войны, там, конечно, за штурвалами сидели подполковники-майоры. Вот, кто сейчас за штурвалами, ну, это надо смотреть по некрологам, но тоже, как говорится, достаточно, достаточно высокопоставленных офицеров. Вот, ну, в принципе, это машины достаточно многочисленные, и персонала хватает. И в крайнем случае, здесь же, на фронте находятся сейчас не все подразделения, которые имеют на вооружении Су-35 и Су-34. Там три полка еще находятся на Дальнем Востоке, ну, три полка Су-35 и два полка Су-34. То есть персонал могут переводить из отдаленных районов, то есть пополнение возможно. Пока потери летного состава, да и материальной части для российской авиации не критичны, хотя значительны. Не критичны, хотя значительны. Ну, хорошо, спасибо, что вы как раз это сказали. Но тут же стоит понимать, и сегодня на форуме, о котором мы так много говорим, на форуме «Украина. Год 2024» и Кирилл Буданов, и Малюк говорили, глава Службы безопасности Украины, Малюк говорили о том, что, да, ну, и далее, далее будут уничтожаться определенные цели. Более детально действительно, ну, не будут нам озвучивать, в частности, представители разведки. Это понятное дело, почему. И, скорее всего, все-таки военные самолеты остаются той целью, которую будут как раз преследовать украинские силы. Хочу вас спросить. Ну, вот здесь действительно, и спасибо, что вы это в начале нашего разговора акцентирули. Если первый А-50, это все-таки тот, кто был, да, прошу прощения, тот борт, который как раз потерпел, скажем так, крушение и был сбит над территорией Украины, то второй, это уже все-таки над территорией самой Российской Федерации. Как вы считаете, как сейчас, еще дальше будут все-таки летать? Либо же все-таки будут, ну, скажем так, ограничивать все равно, возможно, даже и количество полетов? Дело в том, что если россияне еще отодвинут линию патрулирования, то они не будут ничего видеть, кроме ближних тылов за линией фронта. Смысл дальше в этих полетах? Рядовые беспилотники, Орланы, и то будут видеть дальше. То есть у россиян сейчас кризис. Нужно принимать решение продолжать дальше эксплуатацию А-50-х, или они, в общем-то, показывают полную свою бесполезность, и их нужно обратно загнать на те аэродромы, там, в Иваново, чтобы они с них, в общем-то, не тратить на них горючее. Да, они могут отслеживать воздушную обстановку, но они же еще играли очень серьезную роль в наблюдении за наземной обстановкой, за переброской бронетанковых войск. Ну, а сейчас, если он будет летать над Краснодарским краем, километров 50 от побережья, да, вот как он будет отслеживать малюсенькие штормшедоу, которые летят на Крым? Да никоим образом. Он их просто не увидит, и пользы от него будет никакой. Вот, соответственно, если на других участках линии фронта тоже его отодвинуть на 200 километров от линии фронта, 200-250 километров, потому что сейчас уже 200 километров не гарантия, вот, то что эти самолеты будут видеть? То есть, получается, что мы сейчас фактически исключаем возможность мониторинга нашей территории, вот, с битием этих двух самолетов. Вот напрашивается такой вывод.